Всем привет! С вами Кекс и сегодня я делаю совершенно необычайные, очень красивые и эффектные пироженки шу. Еще их называют шукеты, если это с начинкой идут. Но у меня, в общем, это будут вот такие вот шу с крем-пломбиром и с клубничным кули. Его я назвала клубничный подслой. Это вот такое вот красивое пирожное. Его можно начинить, как и клерчик, он внутри пустой. Смотрится очень эффектно, можно сделать разноцветными. В общем, давайте начнем с вами готовить и походу я вам еще расскажу. Для начала я поставлю на огонь 250 воды и 100 грамм масла. Это у нас будет на заварное тесто. Я уже показывала, как я делаю на эклеры заварное тесто. Поэтому здесь особо на этом останавливаться не буду, но слегка покажу, что и как. Делать мы будем все довольно быстро, поэтому рассказываю походу, как делала его я. Поставила я на огонь на маленький нагреваться воду с маслом, для того, чтобы масло растаяло. И тем самым временем отвешиваю на кракелин, на вот это вот красное покрытие, такое это песочное тесто. Отвешиваю ингредиенты. Я пока у меня нагреется вода, успею замесить это тесто. Мне для него абсолютно не нужно никаких сверхингредиентов. Это на самом деле простейшая песочка. Поэтому я туда отвешиваю 75 масла, 95 сахара и 85 муки. Еще туда нужно добавить ванильный сахар или ванилин. Это будет очень классно, потому что сами эклерчики мы же туда ничего не добавляем в заварное тесто. А верхняя корочка, получается, будет пахнуть ванилькой. Это очень сыграет нам важную вещь. Я капнула сюда немножко гелевого красителя. Сухой краситель здесь не сильно подойдет, потому что он не растворится у вас в масле. Отлично сюда подойдет жирорастворимый краситель. Или вот если его нет, я вот использую обычный русский краситель красного цвета. Здесь у меня кусочками порезанное было масло. Я его была достала прям с морозилки, поэтому порезаны мелкие кусочки, для того, чтобы оно быстренько у меня размягчилось и было готовым для того, чтобы я могла замесить песочное тесто. Сейчас масло еще у меня не сильно мягкое, поэтому я пока мести его вот так вот разминаю ложечкой. И сейчас дальше начну уже работать с ним руками его разминать. Просто ручкой замешивайте, как обычное тесто. Оно довольно крохкое получается. Но, в общем, у вас получится собрать вот такой вот комочек. Сахар не растает практически в масле, поэтому оно вот такое вот, как крошится немножко. После того, как мы замесили этот комочек, я его раскатаю между двумя полиэтиленовыми пакетами. Я уже показывала, что я так катаю коржи на медовые свои торты и на пряники. Это очень удобный способ. Между пленкой у вас так не получится раскатать, потому что пленка друг к дружке прилипает. А вот между двумя пакетиками просто запросто и отлично. Можно также катать на пергаменте, но иногда, если не кастинный пергамент, то пристанет наш крокелин к этому пергаменту. Раскатать нужно довольно тонко. Где-то диаметр, господи, диаметр, толщина должна быть около двух миллиметров. То есть, на самом деле, этого крокелина нам хватило бы на полторы порции эклеров. У меня еще даже осталось немного. Вроде ингредиентов мало, а так как довольно тонко катается, то у меня еще осталось. Я на следующий раз сделаю вообще разноцветное. Желтое, зеленое, наверное, чтобы красиво. Деткам очень нравится. Особенно там много крема будет внутри. Так что все очень, очень будет красиво и эффектно. Теперь мне нужно отправить это добро в морозилку, чтобы оно застыло. Вот этот листочек я отправляю в морозилку. Масло, в принципе, очень быстро схватится, тем более, что лист у нас этот очень тонкий. И мы будем вырезать с него кружочки, которые будем ставить как шляпки наверх наших заварных пирожен. Практически у меня уже нагрелось масло, поэтому я дальше занимаюсь уже своим заварным тестом. Отвешиваю 150 грамм муки и по 5 грамм сахара и соли. Можно насыпать сахар и соль в водичку, а можно в муку. Разницы это абсолютно не имеет. И вот эту вот всю смесь мне нужно добавить в кипящее, которое, ну вот у меня сейчас оно только начало растворяться. Сейчас оно уже закипит и можно именно в кипящее масло, вот вы видите, оно у меня кипит, вбухаем всю муку. И нужно очень быстро лопаткой перемешать, заваривая нашу муку. Лучше это делать именно деревянной лопаткой, а не ложкой. Это самый удобный вариант. Мне просто здесь неудобно держать кастрюльку, а так вообще мешать нужно чуть-чуть быстрее и сильнее. Получается вот такой вот у нас заваренный комочек. Его мы еще, когда смотрим, у нас уже разошли все мучные кусочки и у нас нигде нету незаваренной муки. Мы еще его немножко кувыркаем в кастрюльке и дожидаемся, чтобы внизу как бы такой налет образовался, там где поджаривается наше тесто, грубо говоря. И еще буквально там минутки 2-3 мы так кувыркаем, как бы поджариваем, чтобы хорошо повысилась температура теста и оно хорошо подзаварилось. Вот вы видите, у меня на кастрюльке внутри такое как налет появился. Оставляем наше тесто остывать, потому что нам в него нужно вводить яйца, поэтому остывает. Как раз у меня уже остыл мой кракелин и я могу с него вырезать кружочки, о которых я вам говорила. Я раскатала 2 листа таких кракелина, поэтому пока один у меня лежит, я работаю с другим. Пока этот у меня сейчас нагреется и вырезать с него будет уже не совсем удобно и тоненькие такие вот шайбочки, я вырезаю, вы видели, я формочку показала, вот такие вот шайбочки вырезаю. Такого размера у меня будут мои пироженки. И пока я вырезаю с одного, другой остывает и соответственно я их меняю просто для удобства с работы, чтобы быстро все было работать. На самом деле приготовление этих пирожных, если не считать выпечку, заняло у меня где-то минут 30-40, вот не больше. А получается все очень круто. И вот я вырезаю вот такие вот шарики. Когда тесто нагреется, не совсем удобно переносить уже эти шарики на отдельную поверхность. Я вот так вот перенесла их и опять же отправила в морозилку для того, чтобы мне потом дальше было с ними удобно работать. Вот в таком виде. Теперь в мое тесто, которое у меня уже за это время подостыло на балконе, я буду вводить яйца. Для начала я буду вводить 4 яйца, но в зависимости от размера яиц может понадобиться чуть-чуть больше. Может понадобиться ровно 4. Яйца мы будем вводить по одному, иначе тесто не очень будет с ними дружить. И будем смотреть на нашу консистенцию. 4 точно, а дальше 5 у меня ушло где-то пол яйца. Еще у меня ушло 5. Яйца у меня были S1, но все равно все понимают, что яйца бывают разного размера, и здесь точно уже сказать никак нельзя. Я вам покажу, какое приблизительно тесто должно у вас получиться. Смотрите, вот я ввела 4 яйца. И тесто у меня довольно густое, оно у меня практически не шевелится вот с лопатки. Поэтому я буду вводить часть 5 яйца. Я его чуть-чуть сболтыхаю, для того, чтобы там было и желток, и белок, а не только что-то одно мы добавляли. И буду по чуть-чуть добавлять. Тесто должно слегка всплывать с лопатки. Так вот, как бы сползать с него. Не течь, потому что если будет течь, наши профитрольки не поднимутся наверх так хорошо. Но и если тесто будет забитым, они тоже не поднимутся. Поэтому нужно добиться идеальной консистенции. На самом деле это довольно просто. Но надо просто один раз угадать, и вы поймете, какое должно у вас получиться тесто. Вот сейчас я покажу. Вот оно уже, видите, немножко стало ползти с лопатки. Сейчас покажу вот так поближе. Вот оно у меня сползает вот так вот медленно с лопатки. То есть оно не течет и не кусками падает. Вот оно как бы так немножко вязкое. Вот это вот считается идеальное тесто для профитролей. Наполняю я профитроли в кондитерский мешок теста. Но для того, чтобы они у нас были одинакового размера, и были как раз подходили под шапочки, которые мы вырезали, я делаю такую вещь. Формочку макаю в муку. И этой мукой можно вот так вот обивать. А можно просто сейчас покажу, пристукивать. Макайте в муку формочку. И сейчас вот так, хоп, и стукаете об платформу. И тем самым вы намечаете, где будут наши пироженки и ихний размер. Этот метод очень-очень хорош и для макарон. То есть вы можете делать для макарончиков это с сахарной пудрой, но вот мукой это очень удобно. Вот такие вот получились у меня штучки. И теперь сюда я выдавливаю без насадки, с кондитерского мешка, отсаживаю профитролики. Ориентируйтесь на свой размер, от этого может только зависеть время выпечки. Но если это средние такие, ну, с небольшого яблока вы хотите, чтобы получились, то, ну, в общем, они у нас вырастут где-то в 2-3 раза точно. Так что ориентируйтесь на размер. И теперь я снимаю замороженные свои вот эти вот шляпки и сажаю как бы на грибочки шляпки такие. Слегка придавливаю для того, чтобы они как бы сели хорошо. Посмотрите, как это уже красиво смотрится. И это все добро мы отправляем в духовку. Вначале у нас температура 200 градусов. При 200 градусах мы печем 15 минут. Не открывая духовку, убавляем температуру до 160 градусов. И печем еще где-то 15-20 минут точно. Но это зависит от вашей духовки. И получаются вот такие вот красивейшие пирожные шу у нас. Эти шу внутри как эклеры, как заварные пирожные. Они пустые и красивые. Но сверху у них такая необычайно красивая корочка. То есть они точно эффектно покажут себя на вашем праздничном столе. И вас как кондитера. Я сделала крем-пломбир. Это крем на основе сливок и заварного крема. Останавливаться на этом не буду, чтобы не удлинять видео. То есть здесь я хотела рассказать именно о том, как делать пироженки. А также вот делала клубничный кули. Как кули я делать тоже рассказывала. Могу ссылочку оставить в описании. Делала его точно так же. Кули я порезала на кусочки. И вот мой отличный такой крем. Просто как мороженое, нежное, воздушное. Вот моя кули, которую я порезаю на кусочки. И сейчас мы будем наполнять наши пироженки. Я вам покажу, какие они должны получаться у нас внутри. Посмотрите, какой нежный воздушный крем. Эти пироженки в принципе можно наполнить с кондитерского мешка, как обычной эклеры внутри, не разрезая шляпку. Но я несколько штучек просто для подачи буду срезать шляпку и наполнять так. Вот они должны вот такими пустыми получаться. Сейчас покажу. Снимать шляпку лучше все-таки ножом-пилой, для того, чтобы не крошилась наша верхняя песочная шляпка. Срезаем шляпку. Сейчас чуть-чуть низко я взяла. И вот такой вот пустой внутри он у нас должен получиться. Туда влазит очень много крема. Он мега вкусный получается. Обязательно попробуйте, вы не пожалеете. Делается просто быстро, но на вкус сумасшедше и волшебно. И сюда внутрь ложу я клубничные кули, которые я назвала клубничным поцелуем. Потому что делала, после 14 февраля ждала мужа с командировки и делала для него вот такие вот пироженки. И вот такие вот пироженки мы будем кушать. Точно так же мы делаем со всеми остальными. Вы видите, туда влазит много крема. Ты его кусаешь, он такой внутри нежный-нежный. Сливочный, очень вкусный. Шляпка эта хрустящая, то есть корочка эта хрустящая. А внутри он просто сумасшедший и нежный. Так что, обязательно попробуйте. Я думаю, что я здесь все рассказала, что хотела. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Не забывайте ставить пальчики вверх. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал. А с вами был Кекс. С такими вот прекрасными пироженками Шу. Пироженки Шу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!